Уникальный исторический объект, который мог бы стать туристическим центром Балахны, пал под ковшом бульдозера. Колокольный завод был построен еще в 19 веке, известен был на всю Россию. В годы советской власти был передан Балахнинскому картонному заводу. Планировалось разместить в этом здании промышленный музей, но не успели. Ведутся работы по сносу вот этого исторического здания. Строители разбирать хотели фронтон, он наклонен был. Хотели, я так понимаю, его обрушить, а упала вся стена. И в итоге сносит все. Скажите, а вы знаете, что здесь находилось раньше? А что будет? Ребят, что здесь будет, я не знаю. Я просто рабочий. Здравствуйте. Я так понимаю, вы здесь старше, правильно? Мужчина. Что здесь будет, вы в курсе? Не в курсе. А что сносите, знаете? Что за здание? Не знаю. Вообще колокольных заводов во всей Нижегородской губернии было всего два. Один в Гордеевке Приваловых и в Балахни Черышниковых. Так вот здесь на этой копии, фотографии, вы видите владельцев этого завода. Это Александр Сергеевич Черышников, а это Николай Сергеевич Черышников. Вот вы видите колокол, который был найден в этом здании во время его реконструкции. Если во время работы колокольного завода все колокола очень хорошо расходились. Кстати, колокола Черышниковых известны по всей России. Ну, помимо того, что ценность историческая, нужно привести это здание в порядок, наверное, было, прежде чем его разрушать. И сделать здесь либо музей, либо еще что-то. Но сегодняшний день ни одного, ни другого, ни третьего я не вижу. Люди почему-то решили, что можно все сломать. Наверное, и ломают поэтому. Но не сказать, что оно ветхое было. Его можно было отремонтировать. Можно было просто его, грубо говоря, очистить, покрыть лаком и водить сюда экскурсии. К сожалению, об историю вытерли ноги. Скажу так. На картонном заводе, который почти сотню лет отвечал за здание колокольного завода, заявили, что к разрушению не причастны. Это здание больше не их. Был договор купли-продажи, продали юридическому лицу. О том, что это было объектом культурного наследия, вы знаете, он не состоит в списках объектов культурного наследия. Кто именно стал новым владельцем колокольного завода, купил, разрушил, нам не сообщили. Говорят, коммерческая тайна. Нового владельца не знают даже представители Балахнинской администрации. Видим, что здесь есть определенные нарушения при производстве работы. Сейчас вот разбираемся, кто собственник этого объекта, пригласим к себе в администрацию. Для нас это важно, чтобы сохранялась история. Очень важно на самом деле. Сейчас будем разбираться, есть ли какой-либо проект по этому зданию, что они хотят в результате получить и законно ли проведение всех этих работ.